15-18 марта в России состоятся выборы президента, которые на 6 лет определят будущее нашей страны. Губернатор Алексей Русских призвал жителей региона выполнить свой гражданский долг и обязательно прийти на выборы. Голосуем, каждый из нас показывает, что ему важна его родина, важно каким путем она пойдет, что он сам решает судьбу государства. А не пойдет на поводу тех, кто говорит, что за нас все уже давно решили, чего ходить, все и так ясно. Эти мысли нам пытаются насадить те, кому хочется представить россиян безголосыми и ленивыми, не способными принимать решения самостоятельно. Это неправда, мы не такие. Уверен, каждый житель региона, кому исполнилось 18 лет, воспользуется своим правом выбора и проголосует за будущего президента. В Ульяновской области с апреля приступят к комплексным работам по весеннему благоустройству. Порядок наведут на территории всех муниципальных образований нашего региона. Для того, чтобы осуществить данные мероприятия, будут проведены 6 санитарных пятниц и один областной субботник, который пройдет 27 апреля. Он будет приурочен к празднованию Дня весны и труда. В Ульяновской области с 15 марта до 30 апреля пройдет всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Граждане смогут отдать свой голос за 15 дизайн-проектов по благоустройству парков и скверов в 7 муниципалитетах региона. По каждому объекту будет на выбор два варианта исполнения. У жителей региона с 15 по 17 марта будет возможность проголосовать в режиме офлайн. Адресный перечень пунктов по проведению голосования доступен на портале национальныепроекты.рф. В Ульяновской области малоимущим, многодетным семьям, ветеранам боевых действий и другим категориям граждан предоставляют субсидии за счет средств федерального бюджета на дегазификацию домов. В прошлом году план по выдаче таких субсидий был успешно выполнен. В этом году задачи более амбициозные. Также мы очень тесно работаем с газоресурсно-сообожающими организациями, которые в первую очередь подготавливают всю документацию, весь этот проект, который необходим для того, чтобы газ зашел в жилой дом. Дальше уже включаются органы социальной защиты, которые оформляют необходимые заявления, необходимый пакет документов. На территории Ульяновской области продолжается реализация национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства». В этом году область делает упор на поддержку событийных мероприятий. Экспертные оценки показали, что в регионе устойчивый спрос на событийный туризм. В рамках единой субсидии, в рамках нас проекта «Туризм и индустрии гостеприимства» наш регион получил 49,5 миллионов рублей. Губернаторам принято решение эти деньги направить на поддержку событийных мероприятий. Сейчас мы разрабатываем механизм поддержки. Встретились с организаторами событийных мероприятий. На площадке почти 50 человек у нас было участников. Каждый предложил свой вариант решения о поддержке, вопросов по поддержке. Соответственно, все эти предложения мы учли в новом нормативном правом документе, который сейчас проходит заключительную процедуру согласования. На заседании губернатор сообщил, что на базе Ульяновской области формируется новый гаубичный именной батальон, который получит имя Александра Матросова. Он станет уже четвертым именным батальоном, сформированным в нашем регионе. Также обсудили подготовку к весеннему паводку. Несмотря на то, что в Ульяновской области пока не произошло резкого потепления, синоптики предупреждают, оно начнется после 25 марта. Все профильные ведомства находятся в боевой готовности. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.